Мне очень стыдно. Я не знаком не только с этой теорией, почти не слышал о них. Я не знаю, что это за предмет ОБЖ. Её никакого можно в школе преподавать. Я не понимаю, это что, в каждой комнате выше второго этажа иметь канат, причём из несгораемой верёвки, чтобы по нему спуститься? Да, основа безопасности России другой, да, я всё равно не знаю. А в чём дело? Это коллективный, где-нибудь около 30 ленинградских авторов, 20-летних, да, если они начали разрабатывать, в «Молодой гвардии» первая статья была, и там по всем разделам, так сказать, будет наш... К сожалению, ничего по этому поводу сказать не могу. Спасибо, что сказали, теперь просто поинтересуюсь и прочтём. Ну что, последний где-то, да? Давайте ещё один. Скажите, пожалуйста, будьте добры, вот ваше выступление по радио, где-то можно купить книжечку или что-нибудь. Вы знаете, к сожалению, нет. Насколько я знаю, на сайте Радио России это всё висит. Там типа первые две странички распечатаны, а остальное в аудиоформате. Это не выходило в книге, и я не думаю, что это стоит издавать, потому что, к сожалению, очень много повторяющихся вопросов. Основные вопросы – это пенсионное обеспечение, это почему много воруют, почему маленькие пенсии, почему у нас несправедливости на месте, а также по отечественной войне, почему вы говорите, что Жуков был плохой, он был очень хороший, мы вас порвём. Вот ещё повторяю совершенно. И кроме того, понимаете ли, простите меня, Бога, умный человек звонит на радио редко. Чаще звонят люди менее умные. Они слушатели, они хотят знать, они имеют полное право, когда ты вообще взял, сделай передачу. Ты как умеешь им отвечаешь, но не считаешь, что это нужно как-то увековечивать на бумаге. Можно ещё последнего позвать, товарищ Красёв? И мне очень всегда близка была ваша позиционная, извините, позиция по отношению к режиму. И вот недавно я с удивлением увидел вас на одном из ток-шоу «Придав коммунисты», что вас подвигло в них присоединиться. Никогда, никогда провещал Липпалит Матвеевич Воробьянинов не протягивал руки. «Так протяните ноги, старый дуралей!» закричал Остапов. Видите ли, в чём дело? Я не состою и не собирался в рядах коммунистической партии. Я не собираюсь говорить, что нужно реставрировать, или что ещё, коммунизм в России. Я говорю о другом. На ситуацию сезона 2011-2012 года Зюганов был единственный, сколько-то реальный, сколько-то претендент на пост президента. Если вдруг предположить, что прошёл бы Зюганов, первое, произошла бы какая-никакая, а всё-таки смена власти. Второе, какая-никакая, а всё-таки ротация кадров. Третье, какие-никакие, но какие-то последовали бы разборки дел, без этого нельзя. Вы понимаете, четвёртое, были бы какие-никакие, а всё-таки социал-демократические реформы, чтобы богатые присваивали поменьше, а народ в массе, работающие пенсионеры, получали побольше. А кроме того, за четыре года никаких шести, никаких семи, вернут всё обратно. Зюганов бы такими корнями обрасти бы не сумел, и, вероятнее всего, следующие выборы бы проиграл, и тогда пришёл бы другой кандидат. А вот эту вот жёсткую систему забитых фильтров он бы за четыре года не сделал. И в течение четырёх лет могла бы вылезти кучка кандидатов. То есть, хотя бы, скажем, реальный Навальный, реальный Немцов, реально неизвестно что, можно считать Навального авантюристом, Немцова, проходимцем, но были бы какие-то другие люди, которые бы участвовали в открытых дебатах и выдёргивали бы друг из-под друга в публике, указывая на грехи друг друга. Вот почему я полагал, что голосовать нужно за Зюганова всем, кому можно, потому что голосование за остальных, ну, кроме ядра. Это жест, это обозначение своей политической позиции. Но это вот подчёркивание того, да, будет Путин, но вот я против. Ну и хрен ли с того, что он против. Вот почему я и сейчас полагаю, что нужно было голосовать за Зюганова. Мы имели бы другую страну. Не потому, что он хороший, а потому что ситуация была бы иной. Я так чувствую. Спасибо большое. Спасибо. Николай Ильич, спасибо вам большое. У меня к вам будет просьба. Вы не могли бы выбрать Митая Васильевич? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.